Об итогах прошедших выборов в Рязанскую областную думу пока говорить рано. Они будут подведены через пару дней. Пока мы пообщались с горожанами, чтобы узнать, как они выразили свою гражданскую позицию. Я всегда ходил, и поэтому как пропустить? Дело государственное, дело народное. Я принципиально не хожу на выборы. Нет, я не ходила. Скажется, а вы ходили на выборы? Конечно. Да. Не считаю нужным. По официальным данным, явка людей на выборы по области составила 32,5%. Сами горожане не стремятся разглашать информацию о том, за кого они голосовали. Однако многие из них выразили мнение о том, что они ждут от власти в ближайшее время. Улучшение образа жизни, поменьше платить квартплату. Ну, в общем, улучшение, но у нас его не будет. Мне вообще нравится то, что очень много делается для детей у нас в Рязани сейчас. В частности, то, что парк вот этот сделан, очень круто для детей, и много других всяких вещей облагораживается в городе. Я бы хотела, чтобы это улучшалось. Хотел бы больше демократии, будем так говорить. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы город стал немножечко почище. Во-первых, все дворы, все окраины разбитые. Мне вообще ничего не нравится. У нас все наболевшие, все надо менять. А как? Вот пусть они думают. Многие горожане сакцентировали свое внимание на нехватке школ и дошкольных учреждений. Для них это является главным вопросом на данный момент. Общим положением в стране как бы довольны. Но, естественно, много остается вопросов в социальной сфере, в экономике. Сады, чтобы школы были. Потому что мы вот в сад, например, не сразу попали. У нас была проблема с этим. Школу хочу. Около круиза где-нибудь поближе. Изменится ли ситуация в регионе, а также какой вклад внесут в это депутаты, покажет время. На данный момент можно озвучить промежуточные результаты прошедших выборов. По последним данным, лидирует Единая Россия. Она должна получить 11 мандатов в облдуму. У ЛДПР три места, у КПРФ два. Кроме того, по одному мандату получат партии «За правду», «Новые люди», «Справедливая Россия», «Пенсионеры России». По одномандатным округам по итогам голосования «Единая Россия» получит 18 мандатов, а «Справедливая Россия» два мандата. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Продолжение следует...